В этом чемодане один килограмм, который вмещает 555 десятикопеечных монет. А это портрет Бенджамина Франклина, и на его изготовление ушло 3094 такие монеты. Долгое время художник из Могилёва Вадис Красовский увлекался нумизматикой, коллекционированием советских монет. А когда вес коллекции приблизился к 500 килограммам, родился новый жанр изобразительного искусства. Используя этот жанр, я хотел показать людям иной, другой угол восприятия визуального изображения, иллюзия. Подойдя к нему поближе, ты не понимаешь, на что ты смотришь, просто на монеты. Отойдя, оно собирается изображение, и тогда уже встает сама картинка. Художник необычный, эпатажный. У него своя авторская техника в изобразительном искусстве. Можно копаться, можно выискивать, что-то придираться к его концепции, к его философской, к его подтексту. Но, в принципе, может быть, я предлагаю гостям нашего Бреста и Брещанам просто наслаждаться. В экспозиции уникального проекта «Иллюзия лиц» 19 полотен. На них знаменитые исторические личности, политики, деятели искусства, звезды кино и шоу-бизнеса. Каждая работа сопровождается высказыванием того, кто на ней изображен. А многие полотна автора находятся в частных коллекциях России, США, Канады, Испании, Великобритании, Германии и даже Индии. Портретное сходство действительно поражает. И это несмотря на трудоемкий процесс создания, который занимает не один месяц. Для того, чтобы изготовить такой портрет, необходимо порядка месяца подготавливать монеты, скажем так, к творчеству. То есть антикор, краска, краску я создаю сам. Потому что простая краска, которая продается в магазинах, даже в этих специализированных, да. То есть она не подходит. Нужно добавлять обязательно антикор. И вот, то есть месяц подготовка. И еще порядка трех недель сейчас. Трех недель. Ранее это была первая моя работа. Девять месяцев я ее делал. Это работа Никаса Сафронова. Творчество Вадиса Красовского вызвало горячий отклик не только у известного художника Никаса Сафронова. Свои портреты одобрили многие известные личности. В числе которых актер Константин Хабенский, певец Анатолий Ермоленко и Филипп Киркоров. Изюминкой выставки стал премьерный показ портрета Владимира Мулявина. В этой работе автор впервые использовал современные белорусские монеты. На территории выставочного зала можно увидеть еще одну экспозицию «Зоо Мани Парк». Взглянуть на деньги глазами художника можно в выставочном зале на Советской до 26 декабря.